Сегодня наша тема Держим оборонку Проживут ли кировские машиностроители без госконтрактов И ведут эфир Светлана Занько И Олег Прохоренко В гостях у нас Заместитель директора по кадрам безопасности Завода Лепси и депутат законодательного собрания Кировской области Геннадий Коновалов Геннадий Валерьевич, добрый день Добрый день И директор политехнического института Вятского госуниверситета Иван Губин Программа у нас Иван, можно поздороваться со слушателями Программа у нас сегодня, как обычно, на 2 часа Во втором части К нам подойдут Александр Максим И Владислав Попов Представители завода Сельмаш Владислав Леонидович Попов Вот сейчас, как только что в новостях мы услышали Утвержден российским бизнес-омбудсменом Господином Титовым в должности Но пока еще, я так понимаю, утверждение через ЗАГСобрание Поэтому он работает на общественных началах На общественных началах Но, тем не менее, это будет такая премьера Нашего нового бизнес-омбудсмена Ну и у нас, естественно, как всегда К нашей программе мы бы подготовили опрос Звучит он сегодня следующим образом Мне кажется, что он очень близок к каждому буквально кировчанинам Ну, каждый что-то использовал из этих предметов обихода Нам так кажется, да Какие изделия кировской оборонки вы бы купили сегодня И сегодня И сегодня То есть имеется в виду, что уже покупали И сегодня бы тоже купили Там замечательный совершенно вариант И стиральная машина, мини-вятка Ее производил в свое время завод Эвитек Мясорубка Гамма Производство завода Лепси Производится и сегодня Производится и сегодня О, да? Конечно Много модификаций Надо же Мотороллер Вятка Завод Молот Средства самозащиты Удар Завод Маяк Тоже выпускаемые изделия Так, все перечисленные Ни одно из них Пожалуйста Я, знаешь, я сейчас на мотороллер Вятка Можно нажму? То есть ты А вдруг я сейчас своим голосованием Соверил в КВН на центральном телеканале Была такая шутка Мотороллер Вятка Пять минут позора И ты на работе На самом деле Это такая аналогия Веспе итальянской Поэтому он выглядел достаточно изящно Я, ты понимаешь, я люблю всякие такие штучки На барахолке купленные Но новую модификацию Может быть И даже старую Я бы приобрела Я уже проголосовала На блошином рынке Да, на блошином рынке Совершенно верно Заходите Пожалуйста Тоже голосуйте В нашей группе ВКонтакте И на сайте Hockero.ru Ну что, очень много На самом деле Мы рассуждаем По поводу того Насколько возможно Исполнить поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина И запустить третью волну Да, практически Третью волну Получается Конверсии В нашей стране Первая была После Второй мировой войны Вторая была В 90-х годах Сейчас уже Третья волна Практически Да Но я-то помню Естественно Я помню 90-е годы Я сама жила В районе Застроенным Заводом Лепси И там проживали И проживают до сих пор Сотрудники Завода Лепси Это улица Кирпичная И школа Которая тоже Я и практику проходила На заводе Лепси И очень хорошо помню Очень хорошо помню Как это все происходило Как появились мясорубки Как появились Там какие-то терки Еще что-то стало появляться Насосы водолей Насосы водолей У нас был Насос водолей Между прочим Да Я не знаю Где он сейчас Надо у папы спросить Очень покупаемая продукция Независимо от вреда Бенгода Производится одинаковое количество Тысяч по 15 И производится И сейчас производится И востребовано Хорошо покупается Это оба наши гости говорят Геннадий Валерьевич Иван Губин Хорошо Но мы сегодня будем говорить о том Какие стоят перед нами задачи И какие есть ресурсы Какие есть пока нерешенные вопросы Которые препятствуют Изменению производства Перехода на мирные рельсы Как это было принято в 90-х годах говорить Уложим те ли мы в сроки Нужны ли какие-то финансы для этого Как происходит изучение рынка Гражданской продукции Потому что Ну согласитесь Что с 90-х очень многое изменилось Это в 90-е мы не знали Что такое машины стиральные Самсунг например Или холодильники Того же производства Любого другого Сейчас мы прекрасно знаем Уровень мировой продукции Любой совершенно Рынок открыт Он глобальный Абсолютно открыт Он глобальный Люди и в России имеют возможность купить И за рубежом И за рубежом имеют возможность пользоваться И тут у нас стоит задача Представить на рынок нечто такое Что не только удовлетворит граждан В их потребностях То есть можно будет сравнивать по качеству И выбирать в пользу нашей продукции Но еще позволят такие огромные предприятия Как машиностроительные заводы Военно-промышленного комплекса Полностью сохраниться Развиваться И быть конкурентоспособными Вот это серьезная Очень глобальная задача Потому что мы помним Что после второй волны 90-х годов Когда мощные предприятия С огромными территориями С огромными корпусами Огромным количеством людей И с большим количеством инфраструктуры Инфраструктуры социальной Садики, школы, больницы Все же это висело на предприятиях Так все порезалось И до сих пор Ведь очень многие корпуса Стоят в общем свободные На многих предприятиях Не знаю как дела обстоят на Лепсе Сейчас мы будем рассуждать На Лепсе все работает Мы не сомневаемся Начнем Ну да Самый главный Первый вопрос Геннадий Валерьевич К вам Все-таки Завод Лепсе Понятно что Специализируется На производстве продукции Для нашего авиастроения Как гражданского Так и военного Но постоянно Насколько я вижу Насколько я понимаю Ищет новые варианты Выпуска какой-то Гражданской продукции Не связанной Непосредственно с авиастроением Успешно Конкурируя И с иностранными Производителями И заходя даже на рынки Там сопредельных стран Там Вьетнам И естественно Страны СНГ Вот как сегодня Дела с этим обстоят И как вы Смотрите В будущее Смотрите ли какие-то Новые рынки Новые направления Деятельности И так далее Безусловно Если человек Или предприятие Не думает О дальних трудностях То его ждут Близкие неприятности Еще конфуций Говорил в пятом веке По-моему Поэтому На заводе Лепси По крайней мере Эта задача Стоит во главе угла И ведущие специалисты Руководство предприятия Задачу эту Видят Как приоритетную Освоение новых видов Продукции Альтернатива Которым Является Сложная Наукоемкая Продукция Которая бы В ценовом сегменте По сложности С учетом Квалификации Специалистов Могла бы Быть адекватной Замене По гособоронзаказу Продукции И хочу сказать Что В 90-е Еще годы Мы это поняли Потому что Произошел Ну не конверсия В общем-то В тот период Была Практически обвал То есть Конверсия ведется Она в плановом порядке В течение Десяти лет Конверсия длилась Допустим С 84-го По 94-го В Соединенных Штатах Америки Я не говорю После военный период Когда Высокие технологии Высокая квалификация Специалистов Были востребованы На рынке Производства Гражданской продукции Это мы сегодня Делаем на заводе Уже много лет Мы например Последние годы Осваивали Сложнейшую В наукоемком По сегменте Продукцию Для нефтяной Тематики Освоили Сейчас она Востребована Продается Стоит Достойно Специалисты Нашли Применение И самое интересное Что эту продукцию Осваивает молодежь То есть это люди Которые завтра Станут руля Производство Давайте об этом Поподробнее Потому что Я вам честно скажу Когда на пресс-конференциях Присутствуешь Правительственных И задаешь вопрос О том А какая конкретно Продукция Сейчас попала В конверсию И которая Позволяет предприятиям Не выживать А строить все-таки Планы Обеспечивать себя Ресурсами Понимать Что на этом Можно зарабатывать То ответ был Следующий На последней Пресс-конференции Что Будьте уверены Продукция Высококонкурентная Она хорошая Это же оборонное Предприятие Там все хорошо Нас это не удовлетворяет Мы хотим знать Что конкретно Производится И почему Вы сделали Именно такой выбор Так вот Что это за Оборудование Которое вы Нефтяникам Поставляете И как родилась Эта идея Просто на примере Этого продукта Можно разобрать Весь путь Конверсии Вот конкретного Там продукта Да От изучения рынка Я так понимаю Маркетинга Да До Современного состояния Вот вы говорите Что этим занимается Молодежь То есть Кто это Какие-то специалисты Откуда они взялись Сами вы вырастили Или вы Их переманили Откуда-нибудь И так Когда вся история Началась Ну Нефтяной тематикой Завод начал заниматься Более 10 лет назад В общем-то Очень сложное направление Потому что Мы ведь авиаторы То есть Мы авиационщики Мы всю жизнь работали Для авиации Поэтому Пойти в новую нишу Значит Где У нефтяных предприятий Есть свои заводы Есть свои специалисты Они Большие доки В этом направлении И деньги Да И деньги Есть на освоение А завод За счет собственных средств В общем-то Медленно Но верно Шел к этой цели И мы создали Установку Которая сегодня Не имеет аналогов В мире Она Габарит В три раза меньше То есть В любой ствол Значит Сложной конфигурации Под землей Она может проходить Это первое Второе Она очень экономична На 40% Экономия Электроэнергии И позволяет Поднимать нефть С дебетных скважин То есть Те которые Сегодня уже Прекратили эксплуатацию Но там нефть еще есть И вот Это буровая установка Или насос Для выкачки Это насосная Ну Если проще Понятно Насосная станция Которая позволяет Поднимать нефть До 18-20% Больше Из дебетных скважин Вот Это оборудование Теперь о специалистах А как эта идея В голову Вообще пришла Почему вы решили Залезть На чужую поляну Ну это Решение В общем-то Я сейчас Не могу сказать точно Но по-моему Идея Принадлежит Генеральному директору Потому что Геннадий Александрович Это человек Который постоянно Генерирует идеи Он не дает Находиться в состоянии Расслабленности То есть Надо работать Надо искать Альтернативу Производству По гос Потому что Гособоронзаказ Имеет цикличность То есть Мы Выполнили задание Министерства обороны Хорошо Но на этом Мы зарабатываем Имидж Мы получаем Высокие оценки Что мы Поставщик Так сказать Государственного Ну наверное Не только имидж Потому что Это тоже Финансовая подпитка Которая дает Возможности Для другого Это позволяет Создать имидж Что нас Знают Как Надежного Ответственного Значит Производителя Продукции К нам Обращаются Другие Предприятия И по гражданке Кстати Ну мы смотрим То что Сегодня Может Завод Любую продукцию Выпустить Но насколько Она Во-первых Вписывается В технологические Цепочки Что мы Сегодня Производим То есть Можно Затраты Могут быть Не соизмерим Это первое Второе Значит То что мы Осваиваем Ту продукцию Где есть Электродвигатели Электромеханизмы Электроприводы И другие И высокая Добавленная стоимость Наверное Естественно Смотрим Чтобы это было Рентабельно Вот поэтому Работа В этих направлениях Она позволяет Осваивать Вот Очень сложно было На этот рынок Войти Мы сейчас Прервемся на полминуты Геннадий Александрович Мамаев Генеральный директор Завода Лепси Бессменный Уже очень много лет Двадцать Двадцать лет Перестает Как мы видим Генерировать идеи Для своего завода Это очень хорошо Когда руководство Понимает Что Нужно развиваться И Нужно Осваивать Новые рынки Вот Как сейчас Сказал Наш гость Геннадий Коновалов Заместитель директора По кадрам Безопасности Завода Лепси В этом процессе Завод Находится Постоянно Сейчас Прервемся на полминуты Буквально И продолжим С нашими гостями Продолжаем Разворот На бизнес Геннадий Коновалов Заместитель директора По кадрам Безопасности Завода Лепси И Иван Губин Директор Политехнического Института Вятского Государственного Университета Говорим мы сегодня На тему Конверсии Оборонных Предприятий Машиностроительных Предприятий И вопрос До рекламы Был таков Каким образом Завод Лепси Все таки Смог Войти В эту Нишу И Каким образом Были подготовлены Соответствующие Кадры Которые Обеспечивают Сейчас Дальнейшее Развитие Именно Гражданской Номенклатуры Мы сейчас Говорим Про нефтяные Насосы Которые 10 лет Назад Идея Пришла Геннадию Мамаеву Гендиректору Лепси И за 10 лет Прошла От стадии Идеи До Успешного Производства С хорошей Прибылью И вы Сказали В самом Начале Когда стали Об этом Рассказывать Геннадий Валерич Что занимаются Сейчас Этими Разработками И Производством Молодые Специалисты А что Технологии Вот этих Насосов Постоянно Дорабатываются Для чего Вам нужно И где Вы этих Молодых Специалистов Взяли Сразу Пять Вопросов Олег Пожалуйста Раздели Тогда Сначала По Специалистам Давайте Давайте По Специалистам Предприятие Традиционно Само Занимается Подготовкой Кадров Потому что Были проблемы С инженерными Кадрами Это Последние Годы Повернулось И государство И с пониманием Отнеслось К подготовке Инженерных Кадров На заводе Эта проблема Решалась И решается Постоянно Мы об этом Совместно С руководством Университета Всегда говорили Что надо Поменять Приоритеты Должны быть Во главе Угла Инженерные Кадры Потому что Мы должны Развивать Экономику Стран Поэтому Молодые Специалисты Приходят На завод Лепси Но они Приходят Не после Пяти лет Обучения В университете А после Трех лет На первой практике Где мы с ними Работать Начинаем Мы смотрим Их Присматриваем Учим Они работать Начинают С третьего курса На заводе И Входят Быстрее В профессию Результаты То что мы Сегодня Два Конструкторских Отдела Которые Первую Нефтяную Тематику И специальную Тематику Ведут Молодые Специалисты Люди Которым По 30-35 лет Это местные Или перемоли Это все Кировские Специалисты Хотя Нефтяную Тематику Замдиректора По развитию Молодой Специалист Который Приехал На завод После Имени Баумана Он работает Он руководит Занимается Этим направлением Плотно Почему Молодежи Поручают Потому что Ребята Хотят Заниматься Серьезным Делом Такая Карбланш Такое Дается Им Сегодня И мы Видим Реальный Результат Они Занимаются С интересом Главный Конструктор В этой тематике Тоже Молодой Инженер В возрасте 35-36 лет Если брать По специальной Технике Там До 30-35 лет Все ведущие Специалисты Руководители Проекта Выпускники Университета Нашего Политехнического Но защищались Сейчас учатся В аспирантуре Защищают Диссертации На базе МВТУ Имени Баумана По направлению И по продукции Которую Мы выпускаем Это молодые Ученые Кандидат Наук Вадим У нас Работает Поэтому Мы в них Верим И за ними Будущее Потому что Должна быть Смена поколения Это нормальный Процесс А вы говорили Про Уфимский Университет В перерыве Туда мы Направили Это нефтяной Сейчас там учатся Наши Без отрыва От производства Ребята учатся Получают знания Необходимые Для работы На этой НИВе Которая для нас Новая Потому что Очень много сложностей Мало того Чтобы произвести установку Надо решать Вопросы сервисного Обслуживания Надо работы Вести Знать В каких условиях Она эксплуатируется И так далее Много Очень вопросов Надо иметь связи В этой сфере Тоже Ребята ездят Они пропахали Уже сейчас Начиная С европейской части До Сибири Это направление И они В общем-то Вгрызаются Так скажем В эту работу Осваивают Успешно Вы сейчас Очень ярко Обозначили Проблему Которую Специалисты Описывают Когда Разговор Идет О конверсии Одно из проблем Как раз Наших Предприятий Машиностроительных Военно-промышленного Комплекса Это То Что Они Не способны Наладив Производство Обеспечить Как раз Заказчика Запчастями Обучать персонал Выстраивать Новую логистику Следить за изменениями Спроса Снова маркетингом Заниматься И постоянно Держать руку на пульс То есть быть напряжением Потому что госзаказ Он расслабляет Он распокаивает Выпустил Отдал государству Выпустил Отдал государству То ничего не надо Есть конкретный заказ Не согласен Выпустил Отдал государству 25 лет гарантии Обслуживание И сервисное И сервисное обслуживание Но там Мы Мы Занимаемся Очень многие годы И у нас Есть соответствующие Структуры Подразделения Завода Которые занимаются И испытанием И проверкой И анализом отказов И сервисным Обслуживанием Этих изделий Если такая Проблема возникает В строю Допустим Изделия находятся Поэтому Здесь мы Работаем Но Создать сервисную Структуру Допустим По нефтяному оборудованию Это уже сложно То есть это Громадное изделие Очень сложное Очень серьезное С точки зрения Эксплуатации Там агрессивные Среды под землей Ведь неизвестно В чем находится То есть это все Надо знать И учитывать И разработчику И конструктору То есть Этой техники Также мы Уходим И в другие Направления То есть Сегодня Железнодорожная Тематика Тоже Обращаются К нам Представители Солидных фирм Зная нас Как авиаторов Как производителей Электромеханизмов Приводов И предлагают Нам Восвоить Изделия Если В шахтах Частная компания Частная компания Ну солидная Компания Они покупают Тоже эти Изделия Выгодно Выгодно Хорошо Поэтому Направлений Сегодня Порядка Десятка Они все Связаны С недрами Создавающих Полезных СКП Все направления Связаны С различными Отраслями Промышленности Государства Это Росатом Это Космос Это Автомобильная Тематика Это Железнодорожная Это Морской Флот Ну Традиционная Авиация Была Осталась Это Понятно И Бытовая техника А вот я хотела спросить Зачем вам Геннадий Валерьевич Тогда мясорубки Если у вас Там золотые Бриски Мясорубки Это та Первая Продукция Которая Появилась Может быть В 90-е годы Которая позволила Сохранить профиль Предприятия Ведь сегодня Электромеханизмы Электродвигатели Все стараются Сделать Электрическое И это Кстати Тоже нам Я думаю Хорошим будет Подспорим Я ниже скажу То есть Мясорубки Наши специалисты Которые делали Сложную технику Авиационную То есть Мясорубка Там Водолей Электроинструмент Позволил Сохранить Этих специалистов А сегодня Эти мясорубки Значит Водолеи Электроинструмент Позволяет Учить Наших Молодых Специалистов И Ну Извините Слово Может не совсем Подходит Но Селекционно То есть Подбирать Лучших из них Которые идут На выпуск На выпуск Сложной техники Авиационной Порядки У меня тут Вот На мясорубке Тренируются А потом делают Не можешь собрать Мясорубку Не соберешь Или двигатель Который Генератор работает Там за скоростью 50 тысяч оборотов В минуту Крутится То есть Там пылинки Недопустима Геннадий Мне тут Пришла Мысль Такая Что Ну Сейчас Мир Смотрит В сторону Электрокаров И многие Даже небольшие Страны На самом деле Выпускают Электрокары Я понимаю Что наверное Выпустить Теслу Завод Лепси Пока Не совсем В состоянии Но Как-то С президентской Программой С выпускниками Ходили Ребятам Показывали Китайский Велосипед На электрической Тяге И что-то Такое Сказали Что мы Тоже Думаем В эту Сторону Оснащение Велосипедов Электродвигателями Действительно Есть такие Проекты Тоже Сейчас Непосредственно Такого В разработках Нет Но Несколько лет Незавтра Рассматривался Вариант Производства Мотор-колесо Значит Но Видите Что это такое Ну Это Собственно Электровелосипед Можно так сказать Вот Чтобы не комментировать Мы Такие изделия В полном Комплексе Ну Не заинтересованы Выпускать Мы готовы Выпускать К нему Привод Электромеханизм Мы его Это наш конек И электрифицированы Сегодня не только Самолеты Самолеты Электрифицированы Уходят От гидравлики Значит На автомобилях Мы сегодня Делаем Значит Двигатели Для подогрева Камазов Ну Вот там Бершпехер Производит Ну Что-то Вот Из этой же Ниши Мы сегодня Делаем Камаз У нас берет Объемы Ну Хотелось бы больше Ну Пока вот Нормальные объемы Обороты Значит Сотрудничество Стабильный Партнер Солидный Имеющий И госзаказ То есть Не обязательно Оборонка Мы хотели бы Чтобы госзаказ Был Вот Солидным Хорошим Поставщикам Значит И в области Гражданской Продукции Я думаю К этому Придем Должны Развиваться Такие направления Чтобы государство Нормально Развивалось Это Авиация Гражданская Это Станкостроение Кстати Лепси в свое время Выпускала Отличные станки Которые работают На ряде Предприятий Города И сегодня К счастью Это Станки С программным Управлением Я думаю Мы Здесь Будем Сотрудничать В перспективе С университетом То есть Есть такие Задумки У нас Сегодня Пока Раскрывать Секретов Не буду Но Идея Это Есть Это Наше Перспективное Направление Следующий Момент Это Производство В рамках Кооперации Мы Эти Доправления Рассматриваем Но Иногда Малый Бизнес Выходит Вот Мы К вам Обратились Вы бы Нам Сделали Но Крупному Предприятию Маленькие Объемы Конечно Маленькие Объемы Колоссальное Количество Людей Нам Нерентабельно Много Что Мы можем Все Сделать У нас Все виды Производства Есть 95 Специальностей На заводе Все виды Производств Для крупного Промышленного Предприятия Современных Есть Оборудование Есть Сегодня Для Производства Я услышал Одну Интересную Вечь После Перерыва Пожалуйста Это Интересная Вечь Через Полторы Минуты Партнер Программы Разворот На Бизнес Кировский Завод Сельмаш Геннадий Коновалов Заместитель Директора По кадрам И безопасности Завода Лепси В гостях Нашей программы Сегодня Иван Губин Директор Политехнического Института Вятского Университета Мы говорим На тему Конверсии Наших Оборонных Машиностроительных Предприятий Кировских И Последний вопрос Был В последней реплике Услышала Интересную вещь Что университет Рассматривается Не просто Как учебное Заведение Поставляющее Кадры инженерные Это важно Безусловно Но еще и Как научная Площадка Исследовательская Площадка Для проведения Научно-исследовательских И конструкторских Разработок И выведения Может быть Даже на рынок Каких-то новых Продуктов Это так Иван Владимирович Есть Сегодня Вот такая Связка Предприятия И университета Как научного Центра Я бы сказал Просто у нас Сейчас восстанавливается Потому что По большому счету До 90-х годы Эта связка Была утеряна И университет На долгие годы Стал Просматриваться Всеми Субъектами Деятельности В регионе Как просто Поставщик кадров Поставщик кадров Для предприятий И удовлетворение Текущих задач Собственно В этом Наверное Заключается Одна из проблем Развития Сегодняшней промышленности Региональной Не только Про Кировского Глава Все вообще Про Россию В целом В том что Компетенции Такого Опережающего Взгляда В будущего Собственно Не работая В связке С предприятиями Но выполнением Сложных Конкретных Некровских задач Люди постепенно Стали утрачивать Компетенции И передавать Тот потенциал Который Имеется Сегодня В вузах Студентам Стало все сложнее Собственно Последние годы Как раз идет С ростом Промышленным Самых региональных Самых региональных Игроков Появилась И потребность В специалистах Иного уровня И взаимодействие С университетом На более привычной Основе В том числе И в неокровском Плане Собственно В этом ключе И создается Инжинировый центр На базе Университета Он пока не создан Пока еще формируется Он Ну скажем так Для полного Завершения Потребует еще Какое-то время Время То есть Необходимо Завершить Формирование Технологической площадки Она практически готова А где Где эта база будет На улице Лепсе Так Недалеко То есть Как раз в том направлении Где большинство Большинство Группных промышленных Предприятий А что из себя Представляет эта площадка Мы просто про создание Инжинирингового центра Говорим уже тоже Мне кажется Больше года И мало то что говорим В заявлениях Правительственных Часто такой Создан Инжиниринговый центр Он создан Где он Чем он занимается Он создан Как структурное подразделение Обеспечен кадровым То есть Ведутся разработки Но для того Чтобы он вышел На задумываемую Изначально Стадию А это не просто Разработки Но реализация Опытно-промышленных Образцов На собственных Производствах На собственной Промышленной площадке Необходимо К разную площадку Закончить формирование Надо объяснить Что вывод Любого инновационного Да любого продукта Вообще Он предполагает Несколько стадий Первая Это теоретическая часть Когда продукты Потом делается Опытный образец А потом уже Запускается После испытаний В массовое производство И вот до этого Запуска в массовое производство Это не задача завода Это задача Как раз Инжинирингового центра Собственно да Одна из проблем Перехода Предприятий Оборонно-промышленного Комплекса На выпуск Гражданской продукции В 90-х годах Связано было Именно с этим Что Если предприятие Начинает Применять те технологии Которые Используются Для выполнения ГОЗа Для производства Гражданской продукции В чем Геннадий Валерьевич Сказал Стоимость становится Ну просто Неконкурентоспособной А проектировщики По большому счету Которые всю жизнь Занимались разработкой Военной продукции Они опыта Разработки для гражданской Не имеют Да и собственно Переносят свои практики На производство Гражданской продукции Для этого Очень интересный Был пример А это часто Не стыкуется Зачастую не стыкуется Вот как пример Приведу Не буду называть Предприятие Но в 90-е годы Как раз Одно из предприятий Кировских Оборонно-промышленного Комплекса В кооперации С поставщиком Запчастей Закодовительной техники Вышло на Изготовление Пальцев Для Трелевочных тракторов Ну это гусеницы Так по пальцам Для понимания Очень востребованная Продукция была Очень хорошо покупали Предприятие Спроектировала Сделала Хорошо разошлось Чуть дороже Чем рынок Сделали Ну не чуть дороже Прилично дороже Но разошлась Хорошо продукция Поставщик пришел Чиско Это временно Предприятие Сказал Слушай я у тебя Больше не буду покупать Почему Они ломаются Ну то есть пальцы Не ломаются Заложили такой Резерв прочности Что для поставщика Запасных частей Стало неинтересно работать Раз продал И как бы все Из носа нет Сейчас секреты Расскрывает Иван Барк Это проблема Это тоже проблема Кстати Говорили Про конкретный Пример Когда Слепси Вот Одной из моделей Там уже Работа ведется И с электроприводом Да да Сейчас с рядом Компания То есть есть Разные Степени Взаимодействия Одна Это работа Через инжиниринговые Центры Когда Собственно Без Прямого запроса Со стороны предприятия Ведется поисковые Исследования Маркетинговые То есть Что сегодня на рынке Востребовано Анализируют технологические возможности предприятия Что они на самом деле могут производить Конкурентоспособно Не только по качеству Но и по цене После этого Ведутся окровские работы По разработке Собственно Если продукция получает Хорошую оценку Она может быть передана В качестве Кооперационного Такой модели Реализации На предприятие Обороны промышленного комплекса Передана Или продана Чтобы можно было Как-то Коммерциализировать Конечно Коммерческая составляющая Закладывается Вот И На взаимовые условия Вот интерес Вуза В этой истории Создание инжинирингового центра Мне понятен Абсолютно А вот интерес С такой компанией Как завод Лепси Не очень Потому что Судя по тому Что вы Геннадий Валерьевич Рассказываете Вы и сами прекрасно С этим справляетесь С этой историей И с маркетингом И с изысканиями И рыночными И с разработками И с сотрудниками И с продажами Вам зачем Жили в Лепси Хороший вопрос Но На Лепси Предприятие Во-первых Всегда Государственно Мыслило Да Вообще Хочет сегодня Это частное предприятие Но подходы Государственные По государю Это первое Социально ориентированные Предприятия Это тоже Генеральный директор У нас Значит Председатель Регионального отделения Союза машиностроителей России Одного из лучших Кстати Генеральный директор Другие предприятия Крупным предприятия Кооперироваться На бизнес На бизнес По-моему С Лепси Если я не ошибаюсь Ну не помню Какое-то машиностроительное Машиностроительное предприятие Молодежь приходила Совсем-совсем молодые Не по 35 лет Молодые ребята Только что Выпускники вузов И они говорили Что Вот нам тоже интересно Какие-нибудь Свои производства В рамках Значит Большого предприятия Маленькое Какое-нибудь свое Или потом Отстроиться Ты имеешь ввиду Ассоциацию Советов молодежи Возможно Наверное Потому что Лепси там тоже Активные участники Как Т-плюс Есть ведь такие Ребята Которые предприниматели По своей сути И хотят выстроить Свой какой-то бизнес Но исходя из тех Знаний и опыта Которые не получили В УЗИ На машиностроительном Предприятии Есть такие у нас Какие-то Успешные Кейсы Решенные уже Или пока нет Достаточно много Собственно Спин-офф Таких компаний Которые выходят Из больших заводов И становятся Полноправными партнерами Ну я не знаю Насколько Слесообразно Ну пусть они есть Да Они есть Мы с ними Отдельно поговорим Да Про их судьбу Отдельно скажем Сейчас Геннадию Валерьевичу Вернемся Потому что Вы рассказали Про огромное количество Направлений Которые вы разрабатываете В частности Обратили внимание На станкостроение На точные станки Да Высокоточные станки Которые Предприятие Лепси Производит Выпускало И с таким сожалением Вы об этом говорите Что не выпускаете Больше Почему к сожалению С сожалением Ну времена Понимаете Это вопрос времени Вопрос веления времени То есть рынок Я так понимаю Диктует Да Очень сложно Ведь Сделать Не сложно А потом Куда это Завод Выпускал в свое время Станки Которые Реализовывались На рынке Вот Они находили Применение Сегодня Завод Ведет Модернизацию Оборудования Которое есть То есть Оно стоит Допустим Станок 30 миллионов Наши специалисты За 10 миллионов Ну Есть станина Есть там Какие-то элементы Необходимые Базовые Они Начиняют Его Всем необходимым Для того Что Дают вторую жизнь Оборудование Время у нас заканчивается Нам подсказать Поэтому мы Работаем В этом направлении Я думаю Что Перспектива В общем-то Есть Но компетенции Сохраняются Ведь правда Есть специалисты Это важно Есть производства На которых Можно это сделать То есть У нас основа есть Есть технологии Мы покупаем Сегодня новые технологии Проектирования Что-то разрабатываем Сами Совместно С университетом Допустим Или с институтами Какими-то Научные исследования То есть Вот эта база Есть А теперь Нужно желание А желание На лепсит Я вижу Присутствует Ну то есть Вы все-таки Уверенно Смотрите В будущее И понимаете Что Эта третья волна Конверсии Не захлестнет Вас Не разрушит А наоборот Даст возможность Реализоваться Мы к этому Не то чтобы готовимся Мы в этом направлении Работаем активно Спасибо вам Спасибо Геннадий Коновалов Заместитель директора По кадрам и безопасности Завода Лепси Иван Губин Директор Политехнического Института ВятГУ Светлана Занько Олег Прохоренко Первый час Разворот на бизнес Завершен Встретимся В начале Следующего часа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова